Проблема, ну неоднозначная проблема, но сложная. Вот как мы решаем у нас в клинике Теберзунголитиаз? Пожалуйста, Жубан Галич. Сложная проблема, сразу могу сказать, но очень интересная. И надо отдать должность, что у нас в клинике довольно большое количество этих больниц Теберзунголитиаза. Глубоко уважаемые коллеги, достаточно сложно докладывать последним, крайним, так сказать, но вам, наверное, сложнее слушать эти доклады и, в конце концов, услышать такой, ну, практически не очень эндоскопический доклад. Так сказать, комбинированное минимозивное лечение при добротечественной патологии повреждения протокола, присутствующей железы. Цель – показать возможность всех наших минимозивных операций, при которых мы лечим пациентов с патологией подшелушенной железы протоков. Вот наш опыт до 2018 года. Сейчас опыт насчитывает больше и более 260 пациентов. Основная проблема – мы лечим панкреатические структуры. Панкреатические структуры – мы лечим панкреатические структуры, которые связаны с протоком подшелушенной железы, поврежденной. Мы лечим минимозивными методами 50 и трех пациентов. При структуре панкреатических протоков основная задача – найти доступ, реконализировать структуры, а потом выполнить стрельнирование, каркасное ресторантирование. Вот виды операций, которые мы использовали при этом. В основном удается провести через структуру манипулятора и установить каркасный стенд-ридренаж. Как видно из нашей таблицы, в большинстве случаев, подавляющих случаев, мы реконализировали структуры или выполняли наружную внутреннюю тренирование. Стенцированные, эритоградные. Иногда даже выполняли наружную внутреннюю тренирование двух протоков сразу, в единым доступом. При невозможности выполнить, что мы выполняли наружную тренирование протоков, а потом реконализирующие в некоторое время. Вот виды доступа, которые мы используем для того, чтобы выполнить электронизацию структуры. В нейроградные – наиболее оптимальный доступ, наименее опасные, в общем-то, транспапиллярные в 32 случаях. В основном, это те случаи, в которых мы не нашли в нейроградный доступ, транспапиллярный, транспапиллярный, комбинированный транспапиллярный, транспапиллярный и через протоковый, через печёночный. Достаточно сложный случай через протоковый, через печёночный. Если мы не находим другого метода, мы проводим через проток, расширенный, ретроградный, входит через панкратический проток. И так наружу тренируем структуру терминального отдела панкратического протока. Видно, что сейчас пациент страдает также еще киской холидоха и имеется структура терминального отдела как панкреатического протока, так и желтного протока. Устанавливаем потом пластиковые и металлические стенты, терминальный отдел протоков, таким образом пациента до сих пор наблюдаем. Мы предлагали ему операцию традиционную, как правило, они отказываются в таком возрасте у детей, мы спрашиваем родителей, у детей мы оперировали традиционную, конечно, левороскопическую. В нашей внутренней тренировке протока видно, что имеется структура терминальных отделов и санторинирования и вирусного протока. При катастрофе-рошаяный проток кистосно измененные протоки в терминальных отделах. В данном случае мы тренировали через единый доступ два протока. Видно, через единый доступ мы проводим второй манипулятор, проводим через основной, главный панкреатический проток, также другой проводник, и устанавливаем через единый доступ два манипуляционных, два наружно-нутренажа, и видно сравнительный результат между первым и вторым снимком. Первый снимок с решением протока, с кистосноизмененными пареньхими протоками, а второй снимок уже практически после окончания лечения. Также мы иногда стенсируем второй проток через единый доступ. Видно, что первый проток, верхний, это главный проток, здесь аномалий развития, здесь малый дональзисок расположен ниже большого дональзиска. Сентральный проток мы стенсируем, в дальнейшем мы стенсируем удаление, из-за этой девушки мы наблюдаем уже 10 лет. Это для литой экстракции из протокола подозвучившей железы. Применяем баллонную дилатацию и баллонный катетер для удаления конкремента. Удаляем также бужи, сопоставимый с просветом протока. А самый эффективный метод мы считаем, это комбинированная литой экстракция с применением двойного доступа. Вот слева картина при бужировании протока и литой экстракции антеградной с помощью бужи. По проводнику справа картина с помощью баллонного катетера. Они считаются неэффективными по нашему опыту, потому что если это буж, то видно, что имеются насечки на этом буже, он разрушается буж буквально через два этапа литой экстракции. А баллоны катетов даже географически высокого давления, они перфорируются, видна перфорация баллонов при литой экстракции. Наиболее удобный, наиболее эффективный метод – это комбинированная литой экстракция. Мы обеспечиваем доступ к протоку подозвучившей железы, видно функции магриотического протока. Манипуляционный катетер проводим через мимо группы конкрементов 12-межных кишков, выполняем бужирование протока по проводнику, устанавливаем временный наружно-внутренний дренаж и через неделю выполняем комбинированную литой экстракцию. Перед комбинированной литой экстракцией выполняем бужирование терминального отдела конкредитического протока. Как видно, что баллон на стол установлен через большой атомной связок, а после этого мы удаляем эндоскопические конкременты, которые уже извлекаются совершенно спокойно после расширения протока. Иногда происходит вклиниевая корзина Дорме. У нас есть метод запатентирования удаления вклиниевая корзина Дорме. После того, как вклинилась корзина, и не удалить эту корзину из протока. Раньше мы делали традиционные операции. В настоящее время проводим монтеградную геймо-корзину Дорме баллонный катетер через гидрофильный манипулятор, с помощью гидрофильного манипулятора выполняем баллонную атриотацию и удаляем конкремент вклиниванные вместе с корзиночкой Дорме. Внутренний тренирование полосы кисты связаны главным конкредитическим протоком. Вот данные операции мы используем для того, чтобы выполнить внутренний тренирование полосы кисты. Основная задача для того, чтобы выполнить внутренний тренирование, это удаление препятствий в максимальном направлении конкредитического протока, восстановление проходимости в максимальном отделе конкредитического протока. И соединение полости протока с полостью кисты. Или же, если это невозможно, мы соединяем полость кисты с полостью желудка. Какие методы мы используем? В данном случае природа сама решила проблему. Она связала полость кисты с просветом желудка, что и самоизвлечение данной полости кисты. Иногда вот при таких картинах видно, что имеется киста головки в желудочной железе. Мы сначала длинировали ее наружу с помощью дренажа. При удалении дренажа наружного произошел рецидив кисты, видно на последней картины. В связи с этим мы ретро-классно провели манипуляционный кадр с проводником через землянодоскоп в полость кисты. Установили стенд и на стенде формировали каркас связи полости кисты с галактическим протоком, максимальным отделом для спешки. Это картина после удаления стенда. В данном случае имеется киста тела пожилучшей железы, которая связана с панкратическим протоком. Можно найти связь с помощью интервенционного методика, гидрофильных проводников, манипуляторов и пройти через весь длинник максимального отдела панкратического протока, установить наружно-внутренний дренаж, через некоторое время удалив, мы рецидива кисты не получаем. При множественных кистах, которые связаны с панкратическим протоком, Мы тренируем наружно-внутренний дренажевый панкреатический проток, выполняем декомпрессию. Но сначала удаляем основной объем парапанкреатической жидкости с помощью дренажей, как видно на соответствующих рентгенограммах. Устанавливаем наружно-внутренний дренаж как панкреатический проток, так и желчный проток, если это необходимость, в этом есть, если есть механическая жидкость. И в конечном итоге на последнем снимке видны металлический стенд, установленный терминальный отдел панкреатического протока и общего желчного протока. Здесь видна картина через протокового дренирования кисты хвоста пожелушной железы. Как видно по предпоследнему снимку, проводник проведен через пакриотический проток в ретоградном направлении и дренированы кисты хвоста пожелушной железы. Видно из картины первой, после того, как мы дренируем наружную внутреннюю дренирование, выполняем декапрессию пакриотического протока, через некоторое время полосы кисты со мной апретерируются. Иногда приходится при рецидиве кисты, как в данном случае, несмотря на наше дренирование наружное, статирование пакриотического протока и полосы кисты ретоградная, появляется рецидив кисты восток пожелушной железы. В таких случаях мы формируем трансгастеральный цист гастроаностомоз. Видно, что мы тренаж провели через просвет желудка в полосы рецидива кисты. В обычной трансе появляется такая аностомоз между полосой кисты и желудка. Это ребенок, которому было тогда 10 лет. Его перевели по поводу воспалительной опухоли головки пожелушной железы и перевязали терминальный отдел пакриотического протока. Образовалась естественная киста, достаточно большая, до 10 сантиметров, и появилась физическая картина болей в правом подребении. Мы этого ребенка консультировали и приняли решение формировать трансгастеральный через протоковый аностомоз между желудком, пангретическим протоком и полосой кисты. Как это мы выполнили? Первым этапом мы пропунктировали через желудок проток пожелушной железы и через проток мы провели манипулятор в полосы кисты. Видно, что тренаж стоит через проток пожелушной железы в полосы кисты, который уже практически сокращается. Через некоторое время, когда полосы кисты сократились полностью, мы обычно такой же тракцией выполняем проведение вот этого дренажа, вот этого кольца в полосы желудка, формируем так и аностомоз. За ребенком мы наблюдаем уже четвертый год. Единственное, что изменилось в ребенке, во-первых, она возрастла, прибавила весить 10 кг и поменяла фамилию. Почему-то, не знаю почему. Наружный панкреатический свитч после перенесенного панкреатрикоза очень сложная проблема. Видно, как появляется мацерация вокруг кожных покровов. Что необходимо сделать, чтобы выполнить внутренний дренерный свитчак или восстановить проходимость в области прерванного панкреатрического протока. Восстановить непрерывность протока на дренажении стенде необходимо, восстановить адекватное, беспрепятственное поступление панкреатрического сока на спешную кишку и длительное не менее 6 месяцев каркасное дренирование вот этого сегмента. Вот в случае, в передаче которого показано на фотографии, видно, что имеется прерванный панкреатрический проток в области тела. Мы пропунктировали панкреатрический проток дистальный и выполнили просто наружное дренирование панкреатрического протока в дистальном направлении. Для того, чтобы, видно, установлен дренаж, для того, чтобы просто убрать все эти мацернированные ткани с места дальнейшей операции. После того, как мы удалили все эти измененные ткани наружные, мы выполнили также функцию уже, опять-таки, не очень широкого, практически не широкого протока в максимальном направлении. Мы провели манипулятор в максимальном направлении, канализировали через поврежденный участок проток и установили наружно-внутренний дренаж. Видно на последнем снимке наружно-внутренний дренаж через поврежденный участок и абсолютно узкий пангретический проток. Вот картина перед манипуляцией с свечом и после проведенного лечения. Вовреждение общего железного протока с формированием уже пангретического свеча, практически внутреннего, мы перевели внутренний свеч, выполнили дренирование запрещенного пространства в содержимом пангретического сока наружу. Каким образом? Сначала мы дренировали железный проток, чтобы иметь доступ к терминальному отделу общего железного протока и пангретическому протоку, а потом выполнили дренирование запрещенного пространства. Извините. Если на первых снимках пока еще не видно истечения панградического сока и желчи при контрастировании в изображенное пространство, уже в последующих снимках видно, что имеется подтекание контрастного вещества в изображенное пространство, где установлен вот этот дренаж. Затем мы поменяли дренаж на более широкопросветный, потому что вытекало достаточно большое количество панградического сока. При биохимическом исследовании амилаза была больше 150 тысяч. После чего попытались ретроградно выполнить статирование панградического и желчного протока. К сожалению, манипулятор, проводник все время провалился в общий желчный проток. В связи с тем, выполнили пункцию нерасширенного панградического протока, абсолютно узкого. Провели проводник через поврежденную чувствую на спешную кишку. Выполнено наружное внутреннее тренирование панградического протока. В дальнейшем мы выполнили ретроградное стентирование общего желчного протока металлическим стентом, чтобы прикрыть перфоративные отверстия. А потом, уже в дальнейшем, чтобы не оставлять пациента с наружными дренажами, выполнили также антиградное стентирование панградического протока. Видно на последнем снимке установлены металлические стенты терминального отдела общего желчного протока и панградического протока. Это пациент после двух месяцев после удаления всего дренажа. Таким образом, ВВД видит на нашем слайде, основное, что я хочу сказать, что наши методики являются альтернативой традиционной операции. Мы уже в этом практически уверены. И хронический панкреатит уже давно, больше 10 лет, мы практически не оперировали. Никак его осложнение, никак его самоземный факт. Вам решать, какие операции применять, мы не являемся, так сказать. Мы не хотим говорить, что эти операции применены при французском панкреатите выберут за вами. Большое спасибо за внимание. Спасибо, Реван Горевич. Памятное тепло. Если уважаемый президент не возражает, как это было итоги, но в основном итоге...